Мы уже доказали теорему Менковского о выпуклом теле, и хотя по большому счету уже мы это один раз сделали, но давайте еще раз напомню, как выводить теорему фирма Эйлера из теоремы Менковского о выпуклом теле. Давайте напоминание, q4n плюс 1 простое число, а это 2n факториал, в таком случае а квадрат сравнимо с минус единицей по модулю q, ну потому что теоремы Менковского о выпуклом теле, а после этого все числа от 4n до 2n плюс 1, то есть вторую половину, мы заменяем на минус соответствующие числа, этих самых минусиков 2n штук, поэтому на самом деле ничего не изменилось, ну и вот все получается, это уже у нас было. Так вот, посмотрим на те точки с целыми координатами, у которых y сравнимо с ax, а это вот то самое а, по модулю v. Ну понятно, как они выглядят. Если есть одна такая пара и другая, то сложив, опять получаем сравнение, поэтому это подрешетка в целочисленной решетке. Если взять x равно нулю, то получаем, что на этой оси, на оси ординат, точки все, это те, что делятся на q, то есть расстояние здесь q. Отлично, в качестве x берем единицу и получается, что нужно взять а плюс-минус q, 2, q, 3, q и так далее. Значит, основной параллелограмм выглядит вот так. Ну, его по-разному можно рисовать, но в частности и так тоже его можно рисовать. И площадь этого параллелограмма равна высоте, которая единица, на сторону, которая q. 1 умножить на q – q. Если мы теперь возьмем какую-нибудь центрально-синетричную фигуру, например, круг, площадь которого будет больше, чем 4 площади основного параллелограмма, то хотя бы одна точка решетки в ней будет. Замечательно. Ищем круг площади больше, чем 4 q. Площадь круга – это πr квадрат, где r радиус. Значит, мы хотим, чтобы πr квадрат было больше, чем 4 q. Ну, например, можно взять r квадрат – это 4 третьих. Почему? Потому что π больше 3. И в таком случае точка с целыми координатами, заметьте, удовлетворяющие вот этому сравнению, будет лежать в круге. То есть x квадрат плюс y квадрат будет не больше, чем r квадрат, это значит меньше, чем 2 q. Отлично. Теперь вспоминаем. x квадрат плюс y квадрат должно делиться на q. Это означает, что x квадрат плюс y квадрат больше нуля, потому что это была не нулевая точка, а какая-то отличная начало координат. Делиться эта сумма должна на q и меньше, чем 2 q. Значит, она в точности равна q. Вот так, пожалуй, проще всего объяснять. У нас была аналогичная решетка, только все было разделено на корень миску, и там, соответственно, площадь основного прелограмма была равна единице. Мне кажется, что вот так вот рассказывать может быть даже проще немножко.